В последние двух лет фестиваля «Окна открой» и всех мероприятий, проводимых в организации «Стоптайм». И поэтому нам очень важно было мнение именно специалиста такого же Анатолия Жюшевского. И в этом году на собрании рок-роба мы приняли в совет рок-клуба двух людей, которых представляют члены жюри. Значит, Никита Скопых-Матвей-Никс, автор музыки, текстов, игроки, руководителей группы «Никс», членов совет рок-клуба. И Александр Шалатинский, короткий руководитель «Стоптайм» группы «Джо». У меня скромная должность директора клуба. Итак, я начну обсуждение именно с меня. Почему-то я бы, наверное, не начал обсуждение сегодняшнее, если бы меня не спасли. Вот друзья, они, значит, меня дали выпить волшебную накидку номер 7, Йоговского. И я пришел в себя. Дело в том, что сегодня третий тур фестиваля. И мы думали, он будет такой, немножко такой, ну, прощенный. Ливноплый, блин, фигня там такая. Вот, и я получил сегодня эмоциональный шок. Второй в моей жизни. Первый шок я получил в 1973 году, когда он молодым студентом попал на подпольный фестиваль ДК Дзержинского. И там увидел там тогдашних героев подпольного рок-н-ролла. Вот. И за это время, конечно, там кучу всего наслушался. Вот на этом фестивале проявлено прослушал уже больше трех тысяч групп. А сегодня я получил эмоциональный шок. После третьей команды я решил, что пора идти на баррикады. Потому что, блин, такое ощущение, что все команды такие революционные. Задавод на баррикадах. Я думаю, блин, где я живу? Всюду на баррикады. И только последняя, четвертая команда меня спасла. И чуть-чуть взяла в рамки просто музыки. Заметьте, я из трех, из девяти членов жюри, только мы трое, не музыканты, сейчас трое, не музыканты. Я ему всякие говорится на слова, хорошие, плохие, это не важно. Я говорю эмоциональное свое ощущение. Я, получается, сегодня настоящий шок. Настоящий мир. Я, блин, подумал, где я живу? Мужчины вокруг меня ходят. Или сплошные какой-то... Нет, они нормальные ориентации, но, блин, я подумал, что такая энергетика, которая сейчас в Ленобласти, то ли в предреволюционной ситуации, а по названию истории, как будто все революцию готовят, то ли что. Большое вам спасибо. Вот следующее слово мы предоставим руководителю нашего жюри Александру Складова. Будьте любезны. Не, во-первых, ты зря за краску взял. Есть небольшое дело. Так, мальчики, замокни, а! Слушай, подожди секундочку. Вы реально мешаете. Если мы вам мешаем, давайте мы выйдем. Или вы выйдете. Как вы решите? Значит, вы отстали всех. И вы решили отсюда нафиг. Или все, вы выйдете. Или посидите тихо. Еще осталось минут 20. Потом опять. Это же хорошо. Спасибо, Олег. Поехали. И здесь можно совершенно труп. Да фигня, никто даже не заметил. Поехали. Ну, собственно говоря, я был готов, что сегодня будет, потому что два года последних я в Кузьманову сотрудничество фестиваля Синьел Кужей. И я знаю, что в области команды есть интереснее и сильнее, чем в год. Я знаю. И сегодня в лишний раз я в этом не живу. Теперь, значит, Юра не сказал. Мы сейчас будем, как бы, боится впечатление по каждой группе. Значит, ребята, то, что вы сейчас услышите, это наше субъективное мнение. Субъективное мнение. Вы можете даже к нему не прислушиваться. Так, все послушали и забыли. Но это мнение людей, которые вас видели со стороны. Это не зеркало. Это не ваши друзья. Мы не знаем вас. Мы увидели вас на сцене. Вот такие, какие вы есть. Тем творчеством, которое выходит из вас. То, как вы это делаете. То, как вы это играете. Послушайте. Поверьте мне. Такое вы не часто будете слушать. Саша Соколов. Он, как бы, по каждой группе. Итак, первая группа. Солнышко. Где? Вот здесь, пожалуйста, Саша. Вот солнышко. А, ребят, давайте так. Я, значит, уже как, ну, в этом году все, как бы, все прослушивания, которые мы, значит, прослушиваем, я, как бы, не говорю о том, как играют люди и что играют. Я, значит, я говорю только так, касаюсь вопроса репетуара и как это сыграть. Потому что это самое главное. Понимаете, грубо говоря, в битрах, а группа из всех, у нее же народов, не потому что Поль Макарты здорово на лабах детали, а потому что песнями были такие, которые мы не снимем. И за публикуем.